Дорожные транспортные происшества 25 человек, 35 в прошлом году, то есть идет сокращение количества пострадавших. Вместе с тем погибших у нас несколько больше, один был в прошлом году, два в этом. Но вместе с тем хочу сказать, что в целом состояние аварийности стабильное, она не, скажем так, нету такого особого проблемных вопросов, даже с детской аварийностью у нас в этом году значительно лучше по сравнению с прошлым годом. У нас зарегистрировано одно происшествие, в котором один ребенок ранен в прошлом году, если вы помните, четыре были происшествия, семь детей у нас за этот период пострадали. Какие виды дорожно-транспортных происшествий фиксируются чаще всего? По статистике у нас в этом году наибольшее количество происшествий по сравнению с прошлым годом произошло больше, именно столкновений. Хоть и незначительно, но немножко больше. В восемь в прошлом году, девять в этом. И по второй составляющей проблемного нашего вида ДТП, это наездные пешеходы, зарегистрировано у нас 13 происшествий, 16 в прошлом году. То есть здесь динамика у нас более-менее стабильная идет. Хотя хочу сказать, вот отдельно по видам происшествий, вот как наезды пешеходов, у нас остается проблемным вопрос, это наезды на пешеходов, на пешеходных переходах. Если из 13, вот то, что я озвучил, дорожные транспортные происшествия, связанные с наездами пешеходов, если поговорить детально, сколько вне зоны пешеходных переходов и сколько в зоне пешеходных переходов, то тревога именно вызывает наезды на пешеходах на пешеходных переходах. В этом году зарегистрировано 8 происшествий на наезды на пешеходных переходах и 5 вне зоны. То есть в большей степени проблема на сегодняшний день выявляется именно в том, что водители не предоставляют преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Какие мероприятия включены в план работы отдела ГИБДД по профилактике и снижению количества ДТП в летний период? На территории Московской области, всей территории почти месяц, с 22 мая по 18 июня будет проводиться операция «Внимание, дети!». В рамках этой операции самое большое внимание будет, конечно, деляться беседам и всем профилактическим мероприятиям, которые проводятся будут в школах. Обойдем все школы, проведем все беседы с детьми. После чего, после окончания школы, заработают лагеря дневного пребывания, где также будут находиться дети большую часть времени. И лагеря загородные, где тоже мы не оставим без внимания, и каждый год мы проводим там и беседы, и различные профилактические мероприятия. Что здесь хочется обратить внимание? То, что, к сожалению, не во всех школах будут работать летние лагеря, и дети, которые, может быть, учились в одной школе, придется идти в другую школу, которая будет расположена рядом. Вот здесь обращение к родителям, чтобы они показали детям безопасный путь этого лагеря, где они будут находиться. И, может быть, даже сами прошли с ним этот путь, показали, где нужно идти правильно, чтобы не совершить, конечно, ошибок и не попасть в дорожное тропотное происшествие. Вот. И, кроме того, дети, конечно же, будут использовать велосипеды, самокаты, скидборды. Сейчас очень популярны гироскутеры, ролики. Вот здесь хочется тоже, чтобы обратить внимание, что, конечно же, для устойчивости, конечно же, многие дети во дворах, они катаются на проезжей части. Вот родителям не оставлять без присмотра, конечно же, их ни в коем случае, не допускать, чтобы дети катались на проезжей части. Для этого есть специальные парки, детские площадки, на которых дети должны кататься. И, конечно же, выезжать на проезжей части велосипеда в 14 лет запрещено детям. Об этом тоже родители должны сами напоминать каждый раз, когда они отправляют ребенка в лагерь, когда нет на этом средстве, например, на велосипеде, либо самокате. Каковы результаты работы отдела ГИБДД городского округа в сравнении с другими муниципалитетами Московской области? По итогам прошлого года у нас наше подразделение принято одной из самых лучших. То есть у нас на 40 человек меньше погибших по сравнению с логичными периодами предыдущих лет. Это достаточно большая цифра. Даже главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации тоже оценено как положительная составляющая проведения профилактики направлено на снижение погибших в дороже транспортных происшествиях. То есть тяжесть последствий значительно ниже. Тоже оценено как положительная среди всех подразделений Российской Федерации. Но это не умаляет наши заслуги. Понятно, что мы должны идти вперед. Транспорта все равно больше. Каждый раз здесь есть определенная составляющая. И того, что нужно более уделять внимание не только профилактике, но и содержанию дорог. Потому что это тоже немаловажный вопрос. Конечно же, немаловажный вопрос. Это и контроль за подвижным составом, который занимается пассажирскими перевозками. Здесь мы тоже большое внимание уделяем безопасности пассажирских перевозок. И смотрим на качество обслуживания транспортных средств. Соответственно, как на дорогах непосредственно ведут эти наши перевозчики с учетом того, чтобы более внимательно изучить их и график работы, и, соответственно, есть ли нарушения среди водителей. Поэтому это все та составляющая нашей работы, которая, она может внешне не видна, но мы ее проводим. Как раз она и дает, наверное, вот эту всю составляющую положительную, которая приводит сегодня. Пока вот я вижу положительную составляющую. И надеюсь, что она у нас так и будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова